Друзья, всем привет! Это видеоблог с Варфи с Екатериной, меня зовут Сергей Митрофанов. У меня сегодня в гостях Рамиль Рзаев, чемпион России кофе и алкоголь 2019 года, участник чемпионата мира Coffee and Good Spirit, который проходил в Берлине. Шеф-бариста, бар-менеджер, кофеин, сойка-напела, флю, кофе и вообще человек-оркестр. Рамиль, привет! Привет! Давай вот так. Давай так. Как настроение? Прекрасно, прекрасно. Слушай, я перечислил такой огромный список твоих регалий, я ничего не забыл, может что-то добавить? Я думаю, это будет достаточно. Может быть что-то есть еще, я уже сам не помню, если честно. И очень скромный парень, скажем вот так, очень скромный парень. Рамиль, мы позвали тебя для того, чтобы ты нам показал снова какой-нибудь интересный кофейный напиток. Очень здорово! Ты приготовил тогда ариш кофе, и домашний рецепт, и профессиональный рецепт. Поэтому давай, все в твоих руках. Что будешь готовить сегодня нам? Сегодня мы приготовим с тобой эспрессо-мартини. Это классический кофе-алкогольный коктейль, который входит в официальный список классических коктейлей. А это 50 классических? Да, есть такой список. Я честно не припомню, как он точно называется, но есть вот именно список таких классических коктейлей, как раз туда входят. Вообще, раньше он назывался не эспрессо-мартини, а он назывался водка-эспрессо, потому что в составе же нет мартини. А, нифига! Да-да-да, в составе нет мартини, на самом деле. В составе нет мартини, но эспрессо-мартини. А почему эспрессо-мартини? Ну, история. Могу вкратце рассказать историю? Давай-давай. Вообще, как появился этот коктейль. Он появился благодаря прекрасному человечку, по-моему, Дэвид Брэдселл. В 1983 году он приготовил этот коктейль. Ну, как гласит история, опять-таки, знаешь, истории не могут быть немножко приукрашены, или наоборот. Что пришла одна топ-модель. Это было происходило в заведении Soho London. Soho Bressery, по-моему, называется. И она зашла и просила, у нее был такой запрос, в общем, типа, I want something to wake me up and fuck me up. То есть, такой, ну, переделайте с вами, ребят. И тут, значит, он смекнул, а тогда была очень популярна водка, все пили водку в те годы. И он смекнул, думает, ну, дай сделаю на основе водки. Кофе и водка, да? Ну, водка, кофе, кофейный ликер, чуть-чуть сахарного сиропа. И, собственно, все там, шейк, все отдал. То есть, и с тех пор, то есть, он назывался водка, водка эспрессо. Потом в 90-е стало популярным делать коктейли, называть коктейли мартини, которые вот подаются в таких бокалах. Такие рюмки, да? Там бикини, короче, да? Да-да-да-да. О, у нас будет своя версия бикини. Эспрессо-бикини, друзья, готовим. От сварщицы Екатерины и отронили Рзаева. Можно будет попробовать в стойке или во флю? Да-да-да. Эспрессо-бикини. И должны будет выносить такие девушки бикини. Да-да-да, вообще все. Придумали концепцию. Где я новую, да, коктейль. Так и на чем я становился. Про то, что все напитки, которые подавались в этих бокалах бикини, они назывались мартини, да? Да-да. И как раз-таки тогда... А что, например, какие это могут быть напитки? Ну, там, знаешь, типа Sour, Apple, Martini, то есть, там, Tri Martini, еще что-то. Ну, там... Подожди, этот напиток Джеймса Бонда, это не из этой категории? Он же тоже в таком бокале, там, с липочкой пил. Веспер. Да, веспер. Там, ну, на основе водки тоже такой крепкий сухой коктейль. Ага. Ну, не помню, что бы он назывался мартини, он просто назывался Веспер. Но... Ну, да, в общем-то, в коктейле это... Как это называется? Типа Neo, Neo, Martini. То есть, это был такой период. Ага. И вот тогда переименовали, получается, водка... Водка... Водка эспрессо в эспрессо-мартини. Не, эспрессо-мартини звучит прям намного... Да. Я бы сказал сексуально. Да-да-да. Прям хорошо, эспрессо-мартини. И... И, в общем-то, мы сегодня с тобой можем это всё приготовить. Всё, давай, давай уже от слов в наших руках. Да, от слов в дело. Потому что мы очень много разговариваем с тобой, вот. Но это нормально. Мы любим с тобой болтать. Да-да-да. Поехали, что нам понадобится? Значит, нам понадобится водка, кофейный ликер, свежеприготовленный эспрессо. Я думаю, я прошу тебя приготовить эспрессо. Так, давайте я пока отойду. Давай, ты отойди, а я начну. Ну что, друзья, самое первое, с чего нужно начать, это с охлаждения шейкера. Хочу сказать, что шейкеры бывают разных видов. У меня сейчас это, ну, европейский шейкер, либо он ещё называется, коблер. Он состоит из трёх частей. Мне просто удобнее всего приготовить в нём. Есть ещё, вот, я взял с собой, вам нужно здесь продемонстрировать. Это бостонский шейкер. Я думаю, что вы в барах встречали такие. Он двухсоставной. Вот, и достаточно тоже просто там взял, шейканул, отдал. Есть ещё, есть ещё один вид шейкера. Помпорезьен называется он, если не ошибаюсь. Парижский, ну, как-то так. Там он тоже двухсоставной. У него, получается, есть стакан и сверху такая крышка. То есть она целиковая, в отличие от европейского шейкера. И прежде чем мы приготовим с вами коктейль, конечно же, самое важное, это охладить шейкер, который мы будем с вами готовить. Добавим немножко льда. Так, я возвращаюсь с эспрессо. Прекрасно. А какой это кофе? Это кофе, наша серия под молочко, эффекты под молоко. Я взял наш. Он такой, получается, достаточно плотный, такой насыщенный. Там чай, специи. Я думаю, супер будет именно для коктейля. Знаю, что кофе там не потерялся. То есть прям супер. Я варил его в таком соотношении, как мы обычно варим. То есть это 18 грамм кофе и на выходе 32-34 грамма за 28-30 секунд. Вообще сейчас вот очень неудобно, потому что, друзья, все наши ролики, такие рецепты, связанные с рецептами. Мы снимаем в нашей новой лаборатории. Так, Рамиль, ты первый гость, который у нас в лаборатории. Да, тоже прекрасно. И очень удобно, что можно быстренько приготовить эспрессо и там еще что-то. В общем, здорово. Так, просто готов, да? Ты охладил наш шейкер. Да, сливаем талу и воду обязательно. Она нам с вами не понадобится. Приступим. Значит, нам понадобится 40 миллилитров водки. Угу. Все по джигеру, по мерничку, да? Конечно, все в лучших традициях. Лондона и бара Сохо. Конечно. Далее мы... Припочтение по водке у тебя есть какие-то? Да, есть, есть. Если говорить про русскую водку, мне нравится Царская и Белуга. А из нерусских это, наверное, Кэтл Ван. Очень классная водка. Кофейный ликер, да? Мы с вами его добавим 15 миллилитров. А кофейный ликер это которые Клуа или нет? Они разные бывают. Есть там Клуа, есть... У меня сейчас это Стрего. Это Стрего Кимбо. То есть там наносный кофе Кимбо. И... Конечно же сахарный сироп. И последний ингредиент, но не последний по значимости, наш любимый сахарный сироп. Сахарный сироп, да. Мы его добавим 5 миллилитров. Ну, кстати, количество сахарного сиропа можно регулировать. В зависимости от того, насколько сухой ликер, какой кофе вы используете. Можно вообще там не использовать сахарный сироп. Двойной эспрессо, кстати. Двойной эспрессо? Обязательно, да. Шейкер. Патимейкер. Так. Вот, мы с вами закрываем, значит, шейкер. И... Кстати, пока мы не забыли, мы с вами добавим немножко льда в наш бокал, чтобы он охлаждался. Ага. Потому что это очень важно. Бокал будет вот такой красивый. А, ну и как... Если вы вдруг дома захотите там шейковать, то есть у вас, получается, вы берете двумя руками. Как удобно, на самом деле. Тут ни столь, ни каких-то особо правил нет. Дома вообще нет правил, я считаю. Дома можно готовить так, как вы хотите. И вы, получается, вот правой рукой ведете, вот таким вот образом. Так, то есть ты, значит, как это сбил, правильно говорить? Или отшейковал? Или как это... Есть какое-то слово, которое характеризует... Шейк. Шейк. Я сделал шейк или я взбил. Можно и так, и так. Мы взбили. Да. Теперь сливаем остатки льда из бокала. Он у нас уже достаточно хорошо охлажденный. И с помощью сита мы немножко убираем с тобой, знаешь, эти вот мелкие частички льда, которые могут попасть в коктейль. Они нам абсолютно не нужны. Но в эспрессо-мартини, что важно, важно взбить... Ну, вообще, зачем нужен шейк? Он выполняет две функции. Одна – это охлаждение. То есть мы очень хорошо охлаждаем коктейль. Вторая функция – это при взбивании у тебя получается, что текстура. То есть у тебя образуется такая текстура напитка, плотная. И вот по пене можно как раз выполнять, что есть некая пена, есть некая текстура. И этот коктейль как раз таки хорош тем, что ты пьешь, еще он такой немножко флаффи. Что значит флаффи? Ну, такой, знаешь, текстурный, плотненький такой. Пышный. Пышный. Вот, русское слово – пышный. А, пышный. Ну, конечно, я не могу красиво не подать коктейль, действительно. Вот, пожалуйста. Наш классический вкусный эспрессо-мартини. Ты представляешь, что перед тобой стоит топ-модель, которая пришла и говорит, можно мне что-нибудь такое, чтобы улететь и взбодриться? Это я такой, давай я сыграю топ-модель. Давай. А, как ты лет? Да. Слушайте, ну вы очень тепатичный молодой человек. Ладно, пробуем. Ммм. Ой, слушай, прям такой, знаешь, шоколадный, ликеристый, шоколадная конфетка такая фруктовая. И что мне очень нравится, опять-таки, то, что не чувствуется этого, знаешь, алкогольного вкуса какого-то, блин, супер. Это не то, что здесь есть водка? Да. Блин. И я там нормально так, 40 миллилитров. Вау. Очень вкусно. Реально, друзья, это прям шикарно. И я бы даже не сказал, что здесь есть, ну, как бы водка. То есть он такой прям, ну, синергия, знаешь, настолько крутая, что здорово. Повторим рецепт. 40 водки, 20 ликера, 5 сахарного сиропа, двойное эспрессо, лед, шейк, стрейн и через сито. Ну, фаник стрейн, получается. Наслаждайтесь, друзья. Супер. Ну что, друзья, на этом будем прощаться. Скажем огромное спасибо Рамилю за рецепт эспрессо мартини, за историю. Будем ждать его еще с новыми рецептами, с новыми вкусными кофейно-алкогольными коктейлями. Сделаем, может быть, даже постоянную эту рубрику, алкогольные коктейли. Почему нет? Коктейль от Рамиля. Коктейль от Рамильчика. Ну что, друзья, увидимся. Пока. Может, Лёвику тоже дадим? Попробуй коктейльчик. Держи, не стеснайся. И, конечно же, сахарный сироп. Так, сейчас. Ну, как будто он будет. Сейчас мы срезаем. Да-да-да. Самое слабое место наших роликов – это сахарный сироп. Да-да. Сахарный сироп. Сахарный сироп.